Уныние царило в стане поклонников торпеда после жеребьевки и еще большее после матча. Наверное, не получится у автозаводцев быть неиспровергателями авторитетов. Они прошли Манчестер Юнайтед, а Реал вряд ли им сегодня по силам. Собственно, весь сезон команду лихорадят и отсутствие стабильности – главная слабость команды. Нельзя рассчитывать на энтузиазм, боевитость на протяжении всех игр кубковых турниров. К этим качествам необходимо добавить содержание игры. Увы, его маловато. Правда, испанцы едва не поплатились за легкий успех в течение получаса. Это их полузащитник Иера забил три мяча. Причем защитники торпеда как завороженные смотрели, что будет делать с мячом испанец. И все три голевые ситуации возникли после выполнения стандартных положений. Иера в этих эпизодах оказывался в разных точках, но неизменно пробивал точно. Только после третьего пропущенного мяча у торпедовцев взыграло самолюбие. Да и оказалось, что оборона Реала явно уступает средней линии и атаке. Оба мяча торпедовцы забили с дальней дистанции. И, в общем-то, это не назовешь случайностью. Выстрелил Шустиков и попал в верхний угол. Затем, через три минуты, решился на удар Гришин. И мяч оказался в нижнем углу ворот. 2-3 после первого тайма. Результат вполне приемлемый. Но впереди еще 45 минут игры. И удержать этот счет автозаводцам не удалось. Быстрые техничные испанцы вновь начали терзать оборону торпедовцев. Опять после подачи углового неприкрытым оказался Самарана. И отправил четвертый мяч в ворота Подшивалова. Этот мяч, пожалуй, снял все вопросы, если учесть, что Реал не блещет на выезде. Потому так и стремились испанцы выиграть как можно крупнее. 11-метровый четко выполнил лучший в составе Реала полузащитник Митчелл. Испанцы преподнесли урок хорошего футбола.